Дуб, роскошное дерево, гордость российских лесов, символ вечности, здоровья, могущества и силы. У лукоморья дуб зеленый. Так и встает перед глазами великан с золотой цепью, в кроне которого спряталась русалка. Сколько лет может расти дуб? Много. Например, и сегодня есть еще деревья, рождение которых относит к 13 веку. Дубки – небольшой островок леса в пойме Аки между селами Заукска и Коростова. Здесь растут черешчатые дубы и обитают животные, занесенные в Красную книгу Рязанской области. Жук, бронзовый красотел, лягушка, жерлянка, краснобрюхая, хищная птица, пустельга обыкновенная и многие другие. В январе 2019 года дубки получили юридический статус памятника природы областного значения. Здесь сохранились вековые деревья удивительной красоты. Необъятные травяные просторы занимают все пространство между ними. Уникальная экосистема дубков – удивительное место, подобное которому найти трудно. Так почему же не все дубы способны жить сотни лет? Эти деревья довольно капризны и ранимы, особенно боятся вредителей. Итак, на европейской части России выявлено порядка 540 видов насекомых, любителей и пожирателей листвы и древесины дуба. Далеко не все из 540 вредителей могут нанести серьезный вред посадкам, но на некоторых стоит остановиться. Непарный шелкопряд – один из самых опасных вредителей дуба. Это бабочка, похожая на ночного мотылька, личинки которой могут своей массовостью полностью объесть листву дуба. Непарный шелкопряд относится к вредителям плодовых и лесных пород. Гусеница длиной до 9 сантиметров, темная, с пучками волосков, расположенных на бородавках. В России вид распространен почти повсеместно. Обитает также в Европе, на Кавказе, в Малой Азии, в Японии и Северной Америке. Для нашей страны шелкопряд не является инвазивным видом. Яйца зимуют, как правило, в деревьях. Весной, в начале лета появляются гусеницы, а в конце июля, начале августа уже летают бабочки. Очередная вспышка массового размножения непарного шелкопряда фиксируется второй год подряд. Различаются только регионы. Как отмечают специалисты, к резкому росту численности могли привести в температурные режимы хорошее питание, что является благоприятными условиями. Кроме того, благодаря множеству волосков гусениц может даже переносить ветер на десятки километров. Как будут чувствовать себя дубки после нашествия шелкопрядов, покажет время. Но пока вид уникального памятника природы удручающий.